Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря есть на что обратить внимание. В 6.00 по GMT относительно скоро будут опубликованы данные по ВВП Англии. За британской валютой мы следим и фунт радует покупателей на этой неделе. Прямо сейчас фунт против доллара удерживает позиции на отметке 1.24. Напомню, если вы забыли, друзья, наша цель 1.25 и до нее все меньше пунктов. Если учесть, что максимум накануне был на уровне 1.24.21, то в целом я допускаю, что мы можем добить до данной психологической планки круглые цифры уже в рамках текущей торговой сессии при соответствующей поддержке фундаментального фона. Далее в 12.30 по GMT выйдут данные по личным доходам, личным расходам. Еще одна оценка потребительской активности в США и еще одна возможность для нас понять и оценить общее состояние американской экономики. Каждый релиз сейчас это частичка, опять же, пазла общего, которая может дать нам, сформировать представление о том, какие действия будут впоследствии предприниматься американским регулятором по повышению процентной ставки. Хотя, если вы внимательно следили за моим контентом в последние дни, уже наверняка знаете и согласитесь со мной то, что ФРС в свете усилившегося банковского кризиса может сохранить выжидательную позицию и уже начать окончательно сворачивать текущий цикл ужесточения монетарной политики. Также в 12.30 сегодня по GMT ровно тогда же, когда выйдут данные по личным доходам и личным расходам США, нашему вниманию будет представлен еще отчет по ВВП Канады. Доллар канадец тоже прекрасно отрабатывает себя в рамках того сценария, который мы обозначили. Текущая котировка 1.3518, я думаю, что очень скоро добьем до цели 1.35. Очень скоро, здесь нужно уточнить, фактически в самые ближайшие часы. Что касается наших основных идей, друзья, то можно сказать, что неделя сложилась очень хорошо, потому что мы приблизились к тем целям, которые выставили. Эти цели были среднесрочные, но в рамках недели даже на фоне отсутствия каких-то суперзначимых фундаментальных отчетов рынок все равно продолжил ролировать и риск, собственно, оказался на тех уровнях, на которых он находится сейчас. Это хорошо, потому что на такой отработке, конечно же, идеи настроение должно оставаться хорошим, тем более в преддверии выходных. Индекс доллара, друзья, 101.82. 102 пункта сопротивление уже вверху, позади, соответственно, слабость доллара становится все более очевидной. Я надеюсь, что вы своевременно приняли решение о том, что от доллара сейчас лучше держаться подальше, поскольку текущий фундаментальный фон – это точно не база для того, чтобы американская валюта росла. Вчерашний отчет по ВВП. Еще одно макроэкономическое разочарование. Это оценка, правда, за четвертый квартал окончательное снижение с 3,2% до 2,7%. Поскольку основные проблемы банковского сектора были вскрыты относительно недавно, я допускаю, что первый квартал тоже будет довольно слабым для американской экономики в целом. ФРС это осознает, поэтому на заседании, которое состоится в первых числах мая, по моему мнению, позиция будет неизменной. То, что ставку нужно сохранить и, соответственно, на тех отметках, на которых она находится сейчас, это в районе 5%, и воздержаться от дальнейшего ужесточения монетарной политики, потому что новые решения в этом направлении будут создавать еще большую нагрузку на национальный банковский сектор. Тем не менее, многие считают, что Паул и американские регуляторы все же могут согласовать еще одно повышение процентной ставки. Об этом Паул говорил в Сенатском комитете буквально несколько дней назад. Хотя я больше склонен доверять общему рыночному позиционированию с оглядкой на инструмент FedWatch, который показывает, что вероятность сохранения ставки на прежние отметки составляет сейчас 65%. Чем больше слабых данных выйдет перед майским заседанием, тем выше вероятность будет того, что выжидательная позиция станет основным решением американского регулятора на ближайшую перспективу. И я также хочу напомнить вам, друзья, что стоит только новостному фону ухудшиться, как американский регулятор будет вынужден начать транслировать идею уже окончательного завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики и, возможно, последующего снижения процентной ставки. Золото 1981 доллар за трюс Коунс. Ралли золота, как мы помним, началось после краха некоторых именитых американских банков. Их название, я думаю, что нет смысла уже повторять, потому что уже много было сказано об этом. Инвесторы скептически отнеслись к заявлениям властей о том, что все средства находятся в целостности и сохранности, все средства будут возвращены. И решили, что из-за высокой инфляции, из-за жесткой монетарной политики все-таки банки могут не устоять. И мы знаем, к чему все это привело. Возник спрос на защитные инструменты, металлы. Активы металлической группы – это точно активы, которые относятся к категории защитных. Золото уже дважды тестировало сопротивление 2000 долларов за тройскую омсу. И даже факт того, что сейчас золото после отката снова восстанавливается и движется к уже третьему тесту подряд сопротивления 2000 долларов за тройскую омсу. Это явление должно заставить вас насторожиться, друзья. Если золото по-прежнему сплачивает такое большое количество пугливого капитала, это все-таки свидетельствует о сохраняющихся серьезных рисках и о том, что банковский кризис, который во многих СМИ сейчас пытаются уже подавать как историю прошлую, он все еще актуален. И опять же, в любой момент новостной фон может ухудшиться, в любой момент на рынок может прийти новости о еще одном банкротстве какого-нибудь кредитного учреждения американской банковской системы. По данным Чикарской товарной биржи, сейчас общий спекулятивный лонг по золоту составляет более 700 тысяч контрактов. Это не что иное, как исторический максимум. Для сравнения, еще в начале марта общее количество контрактов не превышало 150 тысяч. Через неделю будет актуальная статистика, обновленная. Ну, в свете того, как растет золото сейчас, я почти уверен, что мы увидим еще более обширную позицию по этому инструменту, что в конечном счете может привести к росту золота выше 2000 долларов за тростку ума. Европейская валюта 1,09-07, ждем отметку 1,10. Все за то, чтобы европейская валюта росла. Данные последние по потребительскому настроению также не разочаровали, как ранее, и отчеты от бизнес-оптимизма. Представители Европейского Центрального банка Кристин Лагард, Филипп Лейн за то, чтобы ставку нужно повышать. Дальше, член Совета управляющих Европейского Центрального банка накануне сообщила о том, что инфляция остается устойчивой и будет оставаться на высоких уровнях в течение длительного периода времени, что потребует соответствующих действий от Европейского Центрального банка, которому придется снова повысить процентную ставку на 50 байсных пунктов. Я хочу сказать то, что евро реально привлекательнее, чем доллар, потому что от КЦБ за последние две недели мы не услышали ни одного сигнала намека о возможной паузе в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Я думаю, что это многого стоит, и это условие, благодаря которому евро достоин, чтобы добраться до сопротивления 1.10. Британская валюта, как уже отметил, ждем отметку 1.25 после выхода сегодня данных по ОВП, вполне возможно, что дополнительное топливо для этого роста появится. И доллар-канадец, друзья, цель 1.35, пару пунктов буквально до данного рубежа. Заместитель председателя банка Канады Тони Гравель накануне дал понять, что национальная банковская система стабильна, но при необходимости Банк Канады готов предоставлять дополнительную ликвидность. Хотя в приоритете сейчас все-таки борьба с инфляцией и соответствующие действия от регулятора. Но мы понимаем, что это тоже разговоры о процветной ставке. На стороне покупателей канадца слабость доллара очевидная. Сейчас общий интерес к рисковым активам, ну и, конечно же, продолжающийся ралли на рынке черного золота. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!